Всего четыре дня хватило, чтобы финансовые и кадровые проблемы футбольного клуба «Луч Энергия» нашли свое решение. Довольно громкий скандал с задержкой зарплат и открытые просьбы помощи от футболистов привели к тому, что в ситуацию лично вмешались в Рио губернатора «Приморья» Андрей Тарасенко, глава ФНЛ Игорь Ефремов и вице-губернатор Павел Серебряков. Перед домашним матчем с астраханским «Волгарем» приморцы смогли решить буквально все свои вопросы. «Хочется поблагодарить, что на нас обратили внимание. Наконец-то глава региона нашего, домашнего, занялся нашими проблемами». Одним из итогов собрания стали перестановки в руководстве футбольного клуба. Исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова отправили в отставку. Его место занял Евгений Стрижеченко, ранее занимавший пост спортивного директора. Этого решения ждали практически все болельщики, которые последний год яро критиковали работу Голубчикова. Ведь именно при нем и начались все серьезные проблемы приморцев. Изменениями был доволен также глава ФНЛ Игорь Ефремов. «По этому, то, что сказал сейчас вам руководитель, я думаю, что это дорогого стоит и в ваших все руках. А то, что у «Луча» огромные потенциалы болельщиков, в первую очередь, это замечательный край. Не боюсь, что меня там заподрозит в каком-то особом отношении. Я считаю, что этот клуб действительно достоин быть на карте футбольной и, конечно же, в том числе и в премьер-лиге. Поэтому вам спасибо и надеюсь, что все будет хорошо». Вторым важным решением, которое огласил Тарасенко, стало погашение долгов по зарплате. В РИО губернатора пообещал, что впредь с деньгами вопросов быть не должно. Это касается и злосчастного спонсора, которого они могут найти для команды уже больше года. «Деньги на зарплату сейчас мы нашли, сейчас эти деньги придут вам на счета и, соответственно, начнут компенсировать и так далее. Нашли спонсоров, которые будут готовы нормально работать с вами и, собственно говоря, вести команду к успехам». «Я надеюсь, что эти слова, которые губернатор сказал, что приходят спонсоры и обещал, что вход в клубы будет на 100%, что будет юновская школа забеспечена и, в общем, вот эта юрисдикция и, в общем, целый клуб будет работать. Это для нас очень важно». Но решением финансовых и кадровых проблем все не закончилось, подумали и о будущем. Андрей Тарасенко отметил, что главная задача сейчас – вернуть луч в элиту российского футбола. Ведь раньше «Тигры» были одной из выдающихся команд Премьер-лиги. Возможно, вернуться к истокам поможет новый стадион, который уже в планах. Но, как отметил в РИО губернатора Приморья, все это может получиться только, если будет отдача от болельщиков. «Дорогие болельщики, сегодня встретился с нашей командой «Луч», тренерским составом. И обращаюсь к вам, что мы команду поддержим, но нужна помощь и поддержка ваших болельщиков. Сегодня они нуждаются в вашей поддержке». Но и самим футболистам придется очень постараться, чтобы не разочаровать своих спасителей. Тот же матч с «Волгарем» завершился нулевой ничьей, и такой результат сейчас совсем не устраивает «Луч». Наша команда на данный момент находится на дне турнирной таблицы. Совсем скоро Приморцев ждет зимний перерыв, после которого уже в марте «Тиграм» нужно будет определенно открывать второе дыхание. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.